В минувшее воскресенье в России стартовала государственная кампания по выборам Владимира Путина президентом в четвертый раз. Любому, кто наблюдал парад в Санкт-Петербурге, было очевидно, главным там было отнюдь не военно-морской флот, в неизбывном любви, коему многократно клялся начальник страны, главный был сам Владимир Путин. Все остальное – корабли, моряки, гигантский Андреевский флаг и памятник Петру – все это было не более чем декорацией. Впрочем, именно такие декорации и создают образ грозного вождя Великой Державы. По информации коммерсанта, первоначально все действие предполагалось провести в Кронштадте, но от этой идеи отказались как раз по причине отсутствия подобающего фона. А вот Санкт-Петербург давал замечательную возможность показать товар лицом. Настоящим шедевром придворного телеискусства следует признать ракурс, с которого показывали выступления Владимира Путина. Казалось, что Петр простирает длань над нынешним начальником страны. Для самых недогадливых сопровождающий парад дикторский текст изобиловал напоминаниями о том, что именно самодержцы всея Руси от Петра до Николая проводили подобные военно-морские парады. Параллели очевидны. Но не только для демонстрации народу вождя полгода формировали армаду из сотни кораблей, собранных на всех флотах России, полагая, что жителям страны был продемонстрирован образ будущего, который, как утверждают злые языки, никак не удается создать администрации президента. Мы увидели чистый, рафинированный, милитаристский восторг перед военно-морской мощью. Несколькими днями раньше, находясь в Финляндии, Путин попытался успокоить жителей этой страны. Военно-морской парад, по его словам, вовсе не бряться не оружием, а всего лишь дань традиции. Но на самом деле никогда в истории не проводились столь масштабные военно-морские парады, не собирали едва ли ни половину всех находящихся в строю боевых кораблей для демонстрации этой самой мощи. Поэтому близкие к Кремлю журналисты и эксперты стали наперебой говорить о возникновении некой новой традиции, которая обретает смысл только в том случае, если страна вступает в длительный период военного противостояния с могущественным противником в новую холодную войну. Собственно говоря, это и не скрывалось во время парада. Так, при прохождении малых ракетных кораблей, диктор сообщил, что адмирал Горшков, командовавший советским ВМФ, называл их заряженными пистолетами у виска НАТО. Весьма показательно, что в тот же день, когда проходил парад, Путин дал эксклюзивное интервью каналу «Вести 24», в котором он, не дожидаясь, пока американский президент Трамп поставит подпись под законом о новых санкциях в отношении России, сообщил о кремлевском ответе. По словам Путина, свою работу должны будут прекратить 755 служащих американского посольства, практически две трети всех работников. При этом в Госдуме уже заявили, что не будут считать российские меры ответными. В логике Вашингтона санкции – это ответ на попытки России вмешиваться в американские выборы. Посему беспрецедентная высылка дипломатов из Москвы потребует новых ответных мер. С другой стороны, действия Кремля обозначают, что там поставили крест на собственных надеждах договориться с Трампом. Очевидно, осознав, в отличие от Путина, его американский коллега не может игнорировать мнение политической элиты. Очевидно, что военная конфронтация с Западом и будет тем самым будущим, которое стратеги путинской кампании готовы предложить россиянам. Вопрос в том, посчитают ли они возможным ограничиться большими победоносными парадами или потребуется еще одна маленькая победоносная война. Еще недавно новое военное обострение на Донбассе казалось маловероятным, так как одной из важнейших внешнеполитических целей Путина было ослабление западных санкций. Сегодня, когда Вашингтон вводит новые санкции, когда в Брюсселе думают о том, как наказать Москву за попытку обойти экономические ограничения с историей Сименсом, Путин может выразить свое раздражение новой военной авантюрой. Ну а желающим уехать в Америку придется теперь отстаивать огромные очереди, а возможно и вообще не будет возможности получить визу, потому что вынужденные покинуть страну 755 дипломатов и работников консульств именно для этого и работали, чтобы облегчить людям дорогу в Соединенные Штаты по туристическим и прочим целям. Когда меня спрашивают, как же закрывается страна и почему может не стать возможности для иммиграции, вот это типичный пример. Просто ее не будет, этой физической возможности. Вы будете годами ждать свою визу и в конце концов ее так и не получите. Дверь в эту страну и из нее потихоньку закрывается. Дорогие товарищи, сегодня нам в площади судостроителей декабря.